МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационно-аналитическая программа День города и я ее ведущая Олеся Котровская. Главная тема сегодня. Пожар на территории бывшего завода САМ. Сто человек было эвакуировано. Полиция накрыла наркопритон. Хозяина подозрительной квартиры задержали. Кризис погорельцев. Прокуратура и Следственный комитет проверят информацию о сгоревшем доме в новоселках. Пожар на территории бывшего завода САМ стал одной из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях. По рассказам очевидцев, дым от пожара можно было увидеть в разных точках города. Отушить его отправились больше 70 человек. Столб дыма, который валит из окна. Видео и фото с таким изображением появилось в социальных сетях днем 19 января. Как стало известно, огонь разгорелся на территории бывшего завода САМ. Сигнал о возгорании в четырехэтажном здании в Главное управление МЧС России поступил в 14 часов 52 минуты. 15 часов 12 минут объявлен пожару ранг номер 2. В настоящий момент пожар ликвидирован. На площади 100 квадратных метров на месте работает 74 человек личного состава и 24 единицы техники. По словам очевидцев, огонь возник на четвертом этаже. Также рассказали, что пламенем частично охвачен и третий этаж. Из здания удалось эвакуировать 100 человек. Основной очаг возгорания ликвидировали в 16-10. После этого спасатели провели проливку. Сейчас сотрудники регионального ГУ МЧС устанавливают причину возгорания и ущерб. Валерий Седов, телекомпания «Город». Рязанская прокуратура начала проверку информации, прозвучавшей в эфире программы «Мужское и женское» на Первом канале. Напомню, 5 декабря прошлого года в селе Новоселке сгорел жилой дом барачного типа. Без жилья остались пять семей. Жильцы несколько лет предпринимали попытки признать свой дом аварийным и подлежащим расселению. Однако со стороны властей такое решение принято не было. Полная оставленность. Семей с детьми и инвалидами. В данном случае даже не оставленность, а брошенность просто. Постройте жилье людям. Хватит. Все. Эта программа буквально взорвала социальные сети. Погорельцы с улицы Вишневой и села Новоселки спустя почти два месяца после пожара решили искать правду на федеральном телеканале. А до этого искали ее пять с лишним лет. Сейчас обугленные останки их барака очередная местная достопримечательность. Огонь оголил блоки почти столетней давности и рельсы вместо балок. Пять пострадавших семей село уже покинули. Стихийно. Конечно, у них нет больше запасного жилья. Не знаю, где они. Я не в курсе дела. Сейчас там полиция хотелось советь. Не знаю. Не могли они. Да, племянник, который погиб. У него здесь племянника живет. Вот полиция хотела это поговорить. Разговоры сейчас уже мало что решают. С жильцами этого барака местные власти пытались договориться в течение пяти с лишним лет. В итоге трагедия, которая не обошла стороной и губернатора. Вы знаете, это смотреть просто было страшно за этой ситуацией, о которой рассказывали люди. Действительно, если людей футболили там постоянно, не переселяли их из аварийного жилья, сейчас не оказывали помощи по предоставлению удобного для жизни жилья вообще, то есть предлагали там либо 15 тысяч рублей в виде компенсации, либо предлагали переселиться в наши социальные центры. Но это никуда не годится вообще. То есть я прошу разобраться в этой ситуации. И Следственный комитет, я знаю, сейчас уже разбирается. Разбираться и искать виноватых – это мы любим, это умеем. И виновные, очевидно, будут найдены и наказаны. Кстати, свою параллельную проверку начала и прокуратура. В ходе надзорных мероприятий прокуратура будет проверена соблюдение жилищного законодательства и дана правовая оценка действий либо бездействия должностных лиц в органах местного самоуправления по расселению граждан из аварийного жилья, а также оказанием помощи в кризисной ситуации. Скорее всего, после взгляда из Москвы с новым жильем погорельцам помогут, как и с компенсацией ущерба. А разве что чиновникам придется изрядно попотеть. Максим Васильев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». В социальных сетях появилась информация о том, что в Рязанскую областную детскую клиническую больницу поступили двое детей со следами побоев. Пока неизвестно, что случилось с малышами, но правоохранительные органы уже начали проверки. Информация о двух маленьких детях, которые оказались в больнице после побоев, появилась вчера в сети ВКонтакте в одной из групп. Цитата. «Помогите, пожалуйста, кто чем может. А конкретно детские вещи на мальчика двух лет и на мальчика 8-9 месяцев. Памперсы, фрукты, детские влажные салфетки, крем детский», пишет автор поста. Продолжаем цитату. Возможно, избиение детей, помочь некому. В комментариях к посту можно увидеть сообщение такого характера. «Семья социальная. Родители нажрались, передрались, избивали детей на постоянной основе. Сегодня кто-то вызвал опеку, детей изъяли в больницу. Далее уже будет вопрос решаться, куда детей, возможно, в интернат. Никаких переводов никому. На данный момент малыши в больнице под наблюдением». Конец цитаты. Позднее региональный детский омбудсмен Анжелика Евдокимова сообщила, что телесные повреждения обнаружены у одного из детей. «19 января оба ребенка были помещены в детскую областную клиническую больницу, где одному из них была оказана необходимая медицинская квалифицированная помощь. Сейчас в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов, прокуратура, органы опеки. Ситуация, которая сложилась с детьми и вообще в семье, находится на контроле уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области». Как выяснилось, пост в социальных сетях написала знакомая матери пострадавших малышей. Женщина-автор поста заходила в дом этой семьи, но застала лишь, цитируем, «пьяного деда». По словам Рязанки, в семью приезжали полицейские, в том числе сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. В прокуратуре области начали проверку. «По предварительным данным установлено, что дети в возрасте 7 месяцев и 1 года 8 месяцев были доставлены в лечебное учреждение 19 января после изъятия их из семьи органами опеки и полиции в связи с угрозой жизни и здоровья. При осмотре старшего мальчика были обнаружены ушибы мягких тканей». Что именно произошло с малышами, а также что будет с ними дальше, станет ясно уже по окончании всех проверок. Автобус насмерть сбил пожилую женщину в Рязани. Трагедия произошла на улице Тимакова сегодня утром. Попав под колеса МАЗа, Рязанка скончалась на месте. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло в 9.30 в среду 20 января в Дашково-Песочне. 80-летняя женщина скончалась на месте. «Водитель, управляя рейсом автобусом МАЗ, двигающаясь по маршруту номер 6, отъезжая от остановки общественного транспорта, совершил наезд на 80-летнюю женщину-пешехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются». Очевидцы отметили, что погибшая получила серьезные травмы. Цитата. «Видела переломанные ноги с торчащими костями, но из машины скорой к телу уже никто не спешил». Конец цитаты. Позже другой очевидец рассказал порталу РЗН-Инфо, что женщина упала под автобус. По его словам, она выходила на остановке, поскользнулась и попала под колеса. Цитата. «Водитель посмотрел по зеркалам, начал отъезжать от остановки. После этого пассажиры начали кричать. Там на остановке было все в снегу и очень скользко». Конец цитаты. По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства уточняются. В Рязани полицейские пресекли деятельность наркопритона. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробности смотрите в следующем сюжете. В полицию поступила информация, что в многоквартирном жилом доме на улице Стройково постоянно употребляют наркотики. Возможно, там организован наркопритон. Обследовав жилище, правоохранители обнаружили и изъяли предметы, которые используют при употреблении запрещенных веществ. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Рязанской области совместно с коллегами из отдела МВД России по железнодорожному району города Рязани задержали рязанца, подозреваемого в организации наркопритона. На данный момент деятельность наркопритона пресекли. 33-летнего хозяина подозрительной квартиры задержали. А в отношении рязанца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 232 Уголовного кодекса РФ. Организация либо содержание притонов или систематическое представление помещений для потребления наркотических средств. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы. Олеся Котровская, телекомпания «Город». За минувший декабрь в Рязани зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы. Такие данные в отчете приводит Рязанский центр по метеорологии и мониторингу окружающей среды. За месяц экологи взяли больше 2,5 тысяч проб воздуха на 4 стационарных постах по 9 ингредиентам. Анализ показал, что в центре города и микрорайоне строитель содержится большое количество взвешенных веществ. В поселке Приокске в атмосфере зафиксировали превышение содержания диоксида азота. Общий уровень загрязнения оценивается как повышенный. При этом содержание в атмосфере над городом диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота не превышает нормы. 163 года исполнилась Рязанской областной научной библиотеки имени Горького. Эту дату совместили с 30-летием Рязанского библиотечного общества. Продолжит Валерий Седов. 20 января в здании библиотеки Горького приглашенных гостей больше, чем читателей. Даже в период ограничительных мер это редкость, говорят сотрудники. Читатели к ним исправно продолжают ходить. Однако сегодня день особый. Отмечаются сразу два праздника. 163 года исполняется Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени Горького и 30 профессиональной общественной организации Рязанскому библиотечному обществу. И это отмечают специалисты лучшее время для подведения итогов. Рязанское библиотечное общество ведет важнейший региональный проект. Самый читающий район город. Это проект по продвижению книги и чтений в Рязанской области. Мы награждаем ежегодно победителей. Конкурса организованного Рязанским библиотечным обществом, областной библиотекой имени Горького. И хочу отметить, что по результатам 2020 года победителями стали Сасовский муниципальный район Рязанской области и город Рязань в лице Центральной городской библиотеки имени Есениным. 2020 год стал непростым и для библиотек. В этом немалую роль сыграли и ограничительные меры. Однако 2020 год был наполнен интересными проектами. И как главный итог библиотеку сохранили как важнейший культурный образовательный центр региона. Мы отметили интересными конкурсами, фестивалями 125-летия Есенина. Провели традиционный фестиваль «Читающий мир». Приняли на своих площадках форум древних городов. Да, многие наши проекты осуществлены были в онлайн-формате. Прошли лекции, мастер-классы, конференции и даже форумы. С поздравлениями выступили сотрудники правительства и администрации города и общественных организаций. Они отметили большую роль библиотеки в жизни региона. Библиотека имени города сегодня. Современный информационный, методический и культурный центр, успешно реализующий при масштабные творческие планы и социально отзначенные проекты, и оказывающие огромную научно-техническую помощь муниципальным библиотекам в нашей области. Министр культуры и туризма региона Виталий Попов вручил региональные награды. Удостоверение «Почетный читатель». На мероприятии дали старт областной акции под названием «Мы РБО». Сотрудники библиотеки уверены, что 2021 год будет плодотворным, несмотря на обстоятельства и вызовы времени. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И это все новости к этому часу. Еще больше информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. Всего хорошего. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова